Идем с Брайтон Бич, это мы припарковали, не парк здесь, а просто парковка. С Брайтон Бич идем на сам пляж, на сам бич. Темно. Где-то 9.30. Говорит, можем мы идти туда к огням, а там вода разделяет. Тут идут сидеть, все по-русски разговаривают, все ходят по-русски разговаривают. Тут парочка прошла по-русски, и при этом чистый русский язык, чистый, чистый. Так, это туалеты, они закрыты, вот эти два. А вам там ни черта не видно, ну ладно, вы мне поверите. Ничего вам в темноте там не видно. Люди прохаживаются, главное, как они всматриваются в лицо. И мне там в магазине смотрят так в лицо. Мне кажется, поскольку они здесь, наверное, все знают друг друга, они смотрят. Знакомые, незнакомые. Наверное. Правда. Смотрят так все. И тетеньки, тетеньки разворачиваются, смотрят так на меня, так интересно. Ну, наверное, потому что они рожу русскую видят. Ну, так они здесь все... Нет, ну здесь очень много сейчас в Средней Азии людей, поэтому, наверное, видят русскую рожу, всматриваются. Типа, это она или не она. А ну, let's go to closer. Ханька уже замерз. Колт, а? А почему ты здесь сэнд? Это не сэнд раньше. Почему здесь? Сэнд. Это не сэнд раньше. Чуть серый песок здесь на этих... на этих... деревяшках. Вам там, наверное, ни клипа не видно. Ну, ладно. Главное, что я вам показала Брайтон-Бич. Когда на Брайтоне идут дожди или как там. И рассказала про него. Ходят люди, гуляют. Ага. Топают, топают. Я думала, никого нет. Нет, собачка без собачек. Это песочек. Пляж, там море. Туда никто не ходит, поскольку это... Летом, наверное, здесь, конечно, веселуха. Слышите, 9.30. И вот так вот безлюденько. Вот там народ топает. Вот здесь мы видели лебедя. Помните, большой такой. Дядя его кормил. Я у дяди спрашиваю. Я говорю, как он тут живется на Брайтон-Бич? Он говорит, да я живу в Манхэттене. Ага. В Манхэттене подороже. Жилье. Ну, напишите, кто живет в этом самом... В Нью-Йорке. Особенно на Брайтон-Бич. Напишите. Чего у вас так грязно? Напишите. Вот это напишите. Какой-то кошмар. Я же говорю, субботник убрали. А после субботника, не дай бог, каждого останавливать, кто царит. Не знаю. Нет, это надо властям. Надо Нью-Йоркским властям. Это ж не только здесь русский район. Есть же еще другие районы. Ну, черный район. Может быть, там не воспитаешь. Не знаю. Может, черный не такой грязный, между прочим. Американский черный район. Это сам. Душ, душ. Это шаур, да? Хани? Шаур. Это работает или нет? Если вы хотите пушь ботон. Да, это жирно. Это шаур. Это душ. И там вот это. Короче, кто бездомный, вам негде купаться. Пожалуйста, сюда. А, что я хотела сказать. Власти городские должны эти национальные районы как-то обязать одного старшего поставить. Я шум говорю. И пусть зачастую. Меня, например. Пусть зачастую это самое. Повыписывает штрафы всем подряд. В магазины. Прохожим. Что-то такое. Правда, кто там будет платить. Но что-то надо делать. Так нельзя, конечно. Ой, я. Палка в зубах. О, хорошая овчарка. Восточноевропейская. Палка такая толстая. У зубов она ее потащила. А ты маленький. Yeah, nice, big. You see? Her face big. Тетенька. На лавочке здесь тетеньки гуляют русские. Вот это же они встречаются здесь, да? С семечками, наверное. Сматриваются, тетеньки ходят. Ну, наверное, потому что все-таки русские русских смотрят просто. Не знаю, почему они не здороваются. Мы, наверное, надо сказать здрасте просто. Они должны сказать hello in Russian language, right? Вот, women pass, right? Здравствуйте. Ну, why? Ну, они же не говорят. Я говорю, мы пока-пока. Они же, говорю, не говорят здрасте. Мы здесь что? Сейчас пройду. Все понимают. Все. Все, все понимают. А здесь чисто. Desno, St. Lucie, Desno. Слушайте, здесь вычищено. Ни одной бумажечки, ни одной мусориночки. Смотрите, как хорошо. А там, где магазин и бардак. Смотрите, чистота какая. А магазин отсюда за 300 метров? Это что? Ну, полкилометра. Это что ж такое? Голубой. Голубой. А, блалае. Вот там горит голубой. Свет. Скажи. Свет это слайд. Ханил. Лайт это свет. Сэвэйэте. Свет. Не по слогам ему объясняю, а по буквам, спеллинг. Я попробовала по слогам. Там, макароны, например, да? По слогам. Нет, они же спеллинг делают по буквам. Он говорит, ты мне по буквам. А если длинное слово, попробуйте по буквам. Вот одна мусорина лежит, двух пунктов. And... How much is grown up since they put it in? I don't know. Listen, Chinese language they put here. О, по-русски. Здесь ирашен, значит, опасность, пляж закрыт. Заходить в воду и плавать категорически запрещается. Категорически. Значит, по-английски, по-китайски и по-русски. Получается, китайцы здесь живут, что ли? Что-то мы их не видели здесь. Chinese? I'm here. You see Chinese language. Хм. Как интересно. По-русски. Здесь, наверное, по-русски... Да, правила мне запрещают. Добро пожаловать. Welcome. Сорить, курить, материть и прочее нельзя. Разбивать лагерь, ставить палатки нельзя. Катание на гидроциклах нельзя. Если у вас возникли вопросы по поводу работы, а ну-ка, не хотите вообще решать, позвоните по телефону. 311. Если вы хотите что-то... Да, и на чайнисовском языке тоже. Чайная-то это, от Китая. Подожди, прошли наши. А то скажут, что за дура показывает правила. Видели правила, сколько запретов написано? Хани. Ой, ну всё, побыла, значит, отметилась я. И вот в этих домах живёт народ. Вот тихонько у них. Мы что говорили с этим? Вот вон там. Мы что говорили, что тихий район, не опасный. Да, девочки? Вот кто в Нью-Йорке живёт, кто здесь живёт? Скажите. Прямо не опасный, правда. И там, где между магазином ходили, что-то там не видели. Орущих, как вот, например, там в Нью-Йорке в центре, там какие-нибудь эти городские сумасшедшие лазят. Всех мастей. Нет. А тут как-то, не знаю, вот один проехал. Тут, наверное, летом может что-то кто-то оказывается. Пьяный, может быть. Так они могут и сейчас. Собственно, сейчас, наверное, градусов, наверное, 10. Вот так вот. Всего лишь тепла 8, может. Но не холодно, сухо. Можно здесь и водку попить, посидеть. Полицейский. Но полицейский, right, honey? Нету полицейских здесь. Тёненька вон одна сидит себе. Курвит. Курвит. И всё. И не боится. Ну, ага, по телефону орёт. Да, да. Это самое. Вот так вот они тут и живут. Как интересно. Ну, вы знаете, это не Америка, честное слово. Это не Америка, да? Honey, что ты думаешь? Не Брайтон-Бич. Это выглядит, как не Америка, да? Вы можете сказать, что в Вирджинии-Бич. Вирджиния выглядит, как? Нет, я имею в виду, люди и национальности, и ты понимаешь, что только русские. Здесь в магазине русские, Food Russian. Он говорит, похоже, как в Вирджинии пляжи такие. Я говорю, да нет. Ну, говорю, еда русская, люди русские, разговоры русский. Ну, то есть... Ну, и эти, из-за вот эти латиноамериканские у нас районы, тоже у них там свои эти магазины, всё своё, просто мы туда не попадаем. Они смешанные есть в Америке везде. Ну, с американскими, потому что американцы знают латиноамериканскую еду. Они русскую не очень знают, а латиноамериканскую они знают хорошо. и это... Let's go for the benches. Лавочки. А, вам не видно лавочки здесь. Вот. А так, они есть смешанные, но есть и отдельный, что латиноамериканский район. И, наверное, в Нью-Йорке особенно, и при том большие, я уверена, потому что их там до хрена людей в Нью-Йорке, именно работающих. Очень много видели мы. Всё, поехали мы, господа, до свидания. Спокойной вам ночи, Брайтон-битчевцы. Брайтон-битчевцы. Поехали мы. Пока. Так, выезжаем, знаете, мусор здесь с этой стороны. Вытащили, ужас какой, да? Какие большие машины мусорные должны быть, чтобы это всё убрать утром. Пошёл. Аллея такая красивая. Это закрытая территория. Вот. Дома жилые там. Вот это со всей территории, наверное, мусор притащили. Закрытая территория будет дороже дома и получше дома. Ну, получше, не получше, но дороже вроде бы как. Территория спокойная, да? Туда уже эти прогулочные люди не заходят, гуляющие. Ну, вот вам, Брайтон-битч, до свидания. Вот в этом магазине мы отоварились. Ташкент, супермаркет, да? Да, поелишь мы, я вам не сказала. Слушайте, ну, не стала тут показывать, значит, уже ж уезжаем куда. Очень вкусно. Селёдка в шубе вкуснейшая, лёгкая такая класса. Иди, так вот говорю, селёдку ты больше кладёшь, лучше. Слушайте, я ему селёдки туда добавьте, значит. Добавьте ещё туда сверху. А, говорит, а что селёдка кладётся всё-таки только внизу, а вверху нет. Это как то, говорит, почему бутерброд намазывается, говорит, сверху. То есть на язык, когда, говорит, масло, Фанин, когда масло горит на язык, лучше. Да кто это там, матроскин, говорит? Так, он, а что, говорит, сейчас сам всё-таки вверху нету кусочков селёдки. Так, лам он взял большую эту такую ножку ламовую. Она такая твёрдая показалась мне, очень вкусная. Я её тоже откусила, вкусная. Он её всё не съел, половина. Один чебурик взяли, один большой беляш, ну вот этот узбекский беляш, он там не беляш, называется как-то иначе. Очень вкусные. И те, и те, и те. И тот, и тот. Капуста красненькая с корицкой морковкой, немножко в одну баночку, потом, как его экплант этот, синенький, который, баклажан фаршированный, такой острый. Взяла небольшой, маленький. Что-то мы ещё взяли. А, котлету одну взяла, эту рыбную. Может, не можем много, она в машине пропадёт. Так, что-то мы ещё... Всё это мы накусили, всё, ну вот, лам не съел. Вот, сельку шуби ещё осталось, посидим через утром, может быть. Утром, слушайте, он завтрак себе в кашубе. Русскую еду, добрались до русской еды, и днём, и ночью, да? Здесь так, и... Чё ещё там? А, рыбу, рыбу красную. Там они так заворачивают красиво этим розочкой, значит, вот этот саман. Саман тесте, а? Займает, Ханя. Настя. Салтина. Салтина, да. Может быть, они не делают его сами, может, это было уже слайсами. Слайсами порезан. Вот, ну, очень вкусный, так завёрнут этими, такой розой такой вкусный, прямо такой сочный, классный, лучше, чем вот в пакетах, знаете, ну, если взять вот в магазинном в пакете этот... Я про красную рыбу, про вот эту горбушу, которая слоями так порезана, да? Я про это говорю. Вот это, например, смотрите, лондрия автоматная, там коинсы, бросаешь монеты и стираешь бельё с обе, видите, там крутится бельё в этом. Машина. Это самообслуживание лондрии, практичное самообслуживание. Есть грязное, что тащишь и сидишь там, ждёшь. Ужас, сколько, никогда мы не пользовались, ну, слава богу, у нас машины везде. Это самое. Ну, есть люди, у кого нету для машинок, вот этих всех патруб, машинки не положены, они снимают квартиру, машинки стиральные и сушильные не положены, есть такие квартиры. Они таскают бельё в прачечную стирать. Понятно? И вот это сидит там ждать, кошмар. Так, ладно, мне про это, что-то я ещё вам говорила. Что-то из еды ещё мы съели. Вот веет на ухани, I forgot. Вот и вот. Вот. Чебурик. Лам. Лам. Окей, это я сказала. Лам. Шенк этот, ну, как его, этот, который баранина. Так, what else? Like salmon? Экплант. Этот, like salmon? Eggplant? Salty shot salmon, yeah. What else? Some fried fish. Ah, fried fish, но котлет, right? Котлета рыбная, очень вкусная. Ничего. И такая, прямо-таки, там одна рыба, и такая она крепкая, обычно рыбная котлета какие-нибудь разваливаются, но смотря с какой рыбиной. Beef pelsiini? No, not pelsiini, чебуреки, я думаю, чебуреки, да. Beef pelsi. Чебуреки с бифом, с этим, они ж порк там не готовят, свиньё они, свинину они не готовят, эти азиаты. Ой, не азиаты, как их назвать наши? Наши союзные республики, как их назвать? Это Кавказские республики, а те у нас были? Азия, Среднеазия, да? Вот, правильно, Среднеазиатские республики, ну, правильно. У них свинины нет, но вкусные, всё правда-то, девочка мне сказала, вот, говорит, ну, всё, вот, любое, что вы возьмёте, будет очень вкусно, это правда. Ой, чистенько так, и каждый дядя стоит около этих, вот этот вот там, мальчик стоит и всё время прибирает, прибирает, где-то что-то капнул, тут же стоит, вытирает. Ой, вообще молодцы, конечно. Повара у них классно. Именно в этом магазине, в других магазинах зашла, ну, там такое, там с утра оно лежало, я там вам немножко показывала. А Хасбан говорит, а он заметил, что эту шубу там, сколько она стоит, и в этом, в другом магазине, говорит, а здесь на 2 доллара дешевле, вот этих, которые, похуже магазин. Ты смотри, просил селёдкой, интересуется Хасбан, да? О! Так, выехали мы из Брайтона, здесь машины подрезают друг друга, ну, надо же было тебе это, вот так вот, да? Хис, хи, 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 ну, и всё, не знаю уже, вот этот Брайтон относится, дома или нет. Ой, ой, спать, хочется. Всё, я вам показала, для меня это была экзотика, честное слово, я вот там днём тогда походила, это было когда, два-три дня назад, я вам показывала ту вене, а теперь вот ночью уже отъезжаем домой, да? вот, но для меня это была экзотика. Я ожидала, конечно, больше, я ожидала больше какие-то концертные залы, типа, значит, это, я ожидала рестораны с музыкой, что вот заходим, а, этот же, да, вот этот сковородка, в которой ресторан мы были, да, сейчас же проходили мимо, ни одного посетителя нет, тогда ему утром заказывали еду, еду на вынос, на, ну, на деливер, да, доставку еды, ни одного человека в ресторане в русском, хороший, же самое, вкусно было, ничего в этой сковородке. Всё, до свидания, Брэйтен бич закончился, пока. Смотрите, какой мост красивый, с подсветочкой, красивый мост. Найс. Ага. Но это уже не в Нью-Йорке, да? То есть, в Нью-Йорке. Окей. Не Нью-Йорк уже это.